Уильямс, свяжитесь с Джокером и скажите, чтобы встречал нас в зоне заложения бомбы. Да, капитан, я... Выбор верный, и ты это знаешь, Эш. Прости, Кайден, я должна была сделать выбор. Привет, привет, мальчики и девочки. Меня зовут Александр. Я приветствую вас на канале Марпус Хафф Геймис. Давайте продолжим играть в эту прекрасную игру, которая называется Mass Effect. Mass Effect, первая часть, ремастеринг. В общем, ребят, в предыдущей серии у нас такая заморочка получилась. Мы, значит, высадились на этой планете, а здесь, на этой планете, Сарен занимается всякой фигнёй непонятной. В каком плане фигнёй? В том плане то, что Сарен здесь занимается клонированием. Но клонированием это для начала. Он занимается клонированием кроганов. Это довольно-таки интересно. Так, ну давайте откроем дверь и посмотрим, что же у нас здесь. А здесь у нас какой-то гет. Так, давайте гетто замочим. Всё, гетто мы замочили. И что? Кроме клонирования он занимается ещё, знаете, какой фигнёй? Он здесь изучает одурманивание. Да, возможно, он хочет избавиться от одурманивания вот этого корабля-жнеца-властелина. Ну, может быть, ребят, может быть. А может быть и нет. Ну, в общем, история довольно-таки интересная. И в этой истории мы должны уничтожить полностью эту базу. Чем мы, конечно, сейчас и занимаемся. Так, что здесь у нас? Давайте посмотрим. Так, что здесь у нас? Здесь у нас, ребят, ничего нету. Ну, а здесь у нас кроганы. И, по всей видимости, кроганы клоны. Так, ребят, давайте метнёмся в этом направлении. И давайте немножко поколбасим кроганов. Всё, замечательно. Значит, ребят, мы одного крогана с вами мочканули. У нас там ещё парочку. Но мы будем разбираться с этим безобразием. Ага, всё, отлично. Отлично, отлично. Он пытается восстановиться. Но мы вот такие вот плохие ребята. И мы не дали ему восстановиться. Потому что он включил какой-то навык, который восстанавливает щиты. И, по всей видимости, восстанавливает... Ух ты, ё-моё, ребят, меняем оружие. Так, хорошо, меняем на это оружие. Ага, и будем, значит, его... Всё, ребят, мы, значит, колбаснули его почти. Всё. Кроган, значит, вот этот клон, он был уничтожен. Всё, замечательно. Эта мысль вообще хорошая и довольно-таки свежа. Ребят, у нас эта серия начинается с экшена. Диалоги у нас, ребят, будут потом. Но, вы знаете, с другой стороны, когда игра начинается с экшена, это даже прикольно на самом деле. Что здесь у нас? Давайте посмотрим. Здесь у нас что-то будет весёлое, интересное и прикольное. Это по-любому. То есть, мы здесь занимаемся стрельбой. И стрельба у нас, по всей видимости, продолжится довольно-таки долго. Это 100%. Вообще, я хочу вам сказать, это прекрасная на самом деле планета. Она, вы знаете, довольно-таки красивая. И она мне очень нравится. Она такая, знаете, морская, островная. Я бы хотел бы на самом деле полежать на этом пляже. Вот. Ну, так, чтобы полежать, чтобы не было гетов. Это по-любому. Так. Что здесь у нас? Давайте откроем. Возможно, там что-то будет интересное. Если будет что-то интересное, и это мы получим, например, тяжёлую броню, или снайперскую винтовку, или пистолет, это будет довольно-таки интересно и классно. Это нам пригодится. Это по-любому. А вот это вот что-то я не могу открыть. Так. Что там пишет нам? Электроника. Нам нужен навык электроники. А у нас навыка электроника, ребят, нет. Ну, это плохо. Так, ребят, давайте поднимемся сюда и посмотрим, что здесь. А здесь у нас, я смотрю... Смотрите, здесь кроган у нас. Так. И мы будем разбираться с этим кроганом. Так. У нас, значит, ребят, смотрите, оружие перегрелось. И там у нас, ребят, ещё лягушки. Так. У нас, значит, был здесь кроган, и крогана сейчас нету. Давайте посмотрим на этих... Так. Короче, промазал. Смотрим. Ага. Вон, смотрите, лягушка. Угу. Так. И у нас, по всей видимости, там дроны ещё. Ну, это грустно на самом деле. Потому что дроны, они довольно-таки отвратительные, скажем так, противники. Ну, в каком плане отвратительные противники? В плане того, что они очень мощные. Ну, и с ними надо аккуратно быть. Ага. Так, смотрите, лягушки прыгнули туда. Давайте подберемся поближе. Замечательно вообще. Мне очень нравится. Так. И вот так вот лягушечку. И вот так. И вот так. И вот так. Всё. Одно лягушечка меньше. Отлично. И второй лягушечка меньше. Это хорошо, ребят. Так, ребят. Давайте посмотрим, что здесь у нас. А здесь у нас, значит, получается вот эти дроны. Ну, с этими дронами вообще надо аккуратно быть. Потому что они стреляют вот этими снарядами, которые могут нас просто, ну, тупо уничтожить. Вот. Уничтожить там одним-другимя выстрелами. Но если нас уничтожит, это печально. Это печально. Тогда, ребят, Саран выиграет. А мне очень не хочется, чтобы Саран этот злый день выигрывал. Так, отлично. Мы увернулись. Давайте посмотрим, что здесь. Ага. Так. Всё. Одним, значит, дроном меньше. Ну, что здесь у нас ещё? Так. И здесь ещё у нас дрон один. Ага. Всё. Замечательно. Всё, ребят. Значит, дрона мы третьего расколбасили. И это не может не радовать. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Так. Дешифровка. Ручное отключение. Хорошо. Давайте попробуем. Может быть, у нас получится ручное отключение. А может и нет. Ну, фиг его знает. Так. Не получается пока. Но ничего страшного. Ага. Ах ты, блин. Не получается, ребят. Но будем разбираться. Так. Время у нас кончилось. Ну, хорошо. Ладно. Давайте, ребят, ещё раз попробуем. Ещё раз попробуем. Может быть, в этот раз у нас получится. Да, ребят. У нас получилось. И мы получили с вами штурмовую винтовку, пистолет и ещё один пистолет. Это классно. Это зачётно. Так. Это улучшение у нас тоже. Улучшение давайте возьмём. Не будем пропускать такое богатство. Так, ребят, смотрим. Вообще, честно говоря, мне эта база нравится. Но то, что здесь происходит на этой базе, ну, мне просто категорически не нравится. Так. Это у нас улучшение тоже. Что здесь у нас? Всё, замечательно. Вот. А тут у нас, значит, вылазит гетто у нас. Ага. Так. И вот здесь вот тоже будет гетто у нас. Почему я знаю, что здесь будут гетто? Потому что я прохожу этот уровень не первый раз. Уже здесь довольно-таки жёсткий расколбас происходит. Всё, замечательно. Ага. Всё, зачётно. Так. Всё, ребят. Ага. Да, я уже, ребят, не первый раз прохожу. И это довольно-таки грустно. Я в прошлый раз, когда играл, у меня, значит, вот эти мерзавцы, вот эти, ну, как вам сказать, дроны, они просто расколбасили меня. И у меня, вы знаете, такая грусть на меня нахлыпнула, что я даже перестал записывать видосик. Так что вот так вот. Ребят, в общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. И, что немаловажно, ребят, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В телеграм-канале я публикую все те же самые видео, которые у нас публикуются на ютуб-канале. И это, на самом деле, классно. Вот, классно. И довольно-таки прикольно. Так, ребят, смотрите, колбасят, колбасят, ребят. Ну, как колбасят? Пока не колбасят, но слегонца подколбашивают. Так, смотрим. Ага. Так, что с лягушкой? Я не вижу её. Блин, эта лягушка, она мечется туда. Слушай, ты займи хоть одно место какое-то. Всё, ребят. Она заняла место лёжа навечно. Ну, они своё получили, капитан. Ну, естественно, Эшли. Конечно, они своё получили. Эшли, давай пойдём туда, в том направлении, и посмотрим. Да. Гарус у нас немножечко помалкивает, но он такой строгий боец. Всем лечь и не высовываться. Да, однозначно. Лечь и не высовываться. Всё, ребят, мы с вами подошли к большим воротам. И, возможно, здесь будет какой-то жёсткий замес. Давайте, ребят, откроем эти ворота и посмотрим, что же у нас здесь будет. Давайте глянем. Так, значит, мы с вами выбрались сюда. Здесь довольно-таки обширное пространство. И что здесь будет происходить? Хорошо, молодцы. Одной головной болью меньше. Так, что здесь? Капитан, я вхожу в зону. Проблюсь поближе, насколько смогу. Ну, хорошо, давай, Кайдан, проходи. Так, а что здесь? Блин, вот здесь вот вообще прикольно. Что-то пролетело, но я, честно говоря, не понял, что пролетело. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, ребят, у нас, значит, здесь Нормандия приближается. Замечательно. Замечательно. Бомба на месте. У нас все готово. Капитан, вы меня слышите? Бомба почти готова, лейтенант. Выходите к точке встречи. Никак нет, капитан. Гетто прижали нас возле зенитной башни. Мы несем тяжелые потери. Капитан Керахи убит. Мы не успеем выйти к точке встречи вовремя. Вывозите их оттуда, Джокер, быстро. Нет, тут слишком жарко. Вам нельзя рисковать. Мы будем их сдерживать, пока... Все хорошо, капитан. Мне нужна еще пара минут, чтобы снарядить бомбу. Задайте им жару и встретимся здесь. Наверх, зенитные башни, быстро. Так, ребят, ну давайте направимся к башне. И давайте посмотрим, что же там-то как около этой башни. У нас там, значит, Кайдан попал в какую-то неприятную историю. И мы будем спасать его с этой неприятной истории. Так, ребят, что здесь у нас? Давайте. Так, я смотрю, значит, один Кроган у нас подошел очень близко. И давайте его расколбасим на близком расстоянии. Потому что, ну, по-другому никак, ребят. Да, ребят, тут, конечно, жо... Ух ты, смотрите, еще один Кроган подошел. Ну, что-то я не помню. Честно говоря, чтобы Кроганы вот подходили так рядом. Вот, чтобы они находились так рядом с нами. Да, это пипец какой-то. Ужас. Ага, так, смотрим. Так, давайте этого... Да, щиты на нуле. Я понимаю, Гарус, но надо как-то из этой грустной истории выбираться. Вот, ну и что, мы выберемся. Это по-любому. Так, ах ты, блин. И эта лягушка целится в нас. Блин, херово-херово. Так, давайте, короче, мочить эту лягушку. Ух ты, этот Кроган, короче, живой еще остался. Офигеть можно. Так, все. Фу, ребят, еле, короче, выбрались. Думаю, у нас все в порядке, Шепард. Фу, я тоже так думаю, но я, честно говоря, подустал. Они довольно-таки сильно мочили на самом деле. Но ничего страшного, ребят. Давайте отправимся к этой пушке. Вот, и разберемся, что там да как. Все, погнали. Так, значит, у нас Рекс и Гарус. И Гарус и Шепард, конечно, вообще молодец. Так, смотрим, в каком направлении, ребят, нам идти. Нам, по всей видимости, надо с вами идти вот в этом направлении. И давайте посмотрим, что же у нас здесь будет. Вот так, замечательно. Ага, все. Берем, значит, оружие. Вот, и броню. И будем смотреть, что будет дальше. Черт. Геты прислали подкрепление. Сержант, мы заметили, что в вашу сторону идет десантный транспорт. Он уже здесь. Геты высаживаются в зону заложения бомбы. Вы сможете их удержать? Их слишком много. Долго мы их не сдержим. Я активирую бомбу. Что вы делаете, сержант? Обеспечиваю взрыв бомбы. Любой ценой. Все готово, капитан. Подберите лейтенанта и скорее улетайте отсюда. Отставить. Мы сами справимся. Возвращайтесь и подберите Уильямс. Уильямс, свяжитесь с Джокером. И скажите, чтобы встречал нас в зоне заложения бомбы. Да, капитан. Я... Выбор верный. И ты это знаешь, Эш. Прости, Кайден. Я должна была сделать выбор. Я знаю, капитан. Я ни о чем не жалею. Так, ребят. Ну, ладно. Вы меня спросите, почему я выбрал Эш. Но я вам скажу просто. Я всегда ее выбираю. Я уже сотый раз играю и всегда выбираю Эш. Ну, не знаю почему. Наверное, может быть по привычке. Вот. Кайда настоящий мужик. И он... Ну, как вам сказать? Должен погибнуть героически. Как настоящий мужик. Вот. Так, ребят. Давайте спускаемся вниз и посмотрим, что у нас там сейчас будет. А у нас там будет, по всей видимости, такой легкий замесик. Вот. Замесик. Ну, естественно, мы всех победим. Ну, или, по крайней мере, в данный момент мы постараемся всех победить. Если нас, конечно, не расколбасит. А нас, ребят, могут расколбасить довольно-таки жестко. Все. Открываем дверь и смотрим, что же у нас здесь. Так, что тут у нас? Ага. Тут у нас, значит, геты. Хорошо, замечательно. Ух ты, нифига себе. А здесь геты довольно-таки мощные. Так, ладно. Одного гета мочканули. Что там у нас дальше? Бляха-муха. Нифига себе, ребят. Мойчат вообще очень жестко и по-страшному. Давайте слегонца здесь отсидимся. Ё-моё, у них там ракетницы. Так, стреляем в голову, ребят. В голову, блин, нифига. Ёпаный свет, Гарус погиб. Блин, да что ж такое-то. Так, давай, 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 давай. Блин, да. Так, короче, ребят, пока там остывает, берем обычную винтовку. И колбасим этого товарища. Колбасим, колбасим. Все, замечательно. Ху, ребят, давайте вставайте. Вот, так, что у нас здесь? У нас остался кто-то еще, по всей видимости. Вот. Да, а где Эш у нас? Блин, вот Эш у нас. Блин, она сделает бомбу это или нет? Мы просто здесь сдохнем, вот реально. Ё-моё, офигеть можно. Так, ребят, кто здесь еще? Вон, смотрите, снайпер. Все, снайпера мочканули. Ставьте бомбы и убирайтесь оттуда. Мы не продержимся. Левый фланг, левый фланг. Подавляющий огонь. Подавляй. Да ёпанный свет. Снимай шляпу, Шепард. Гетты были уверены, что настоящая опасность — это саларианцы. Масштабная диверсия. Разумеется, все было бесполезно. Я не позволю вам разрушить все, чего я добился. Вам даже не понять, какова ставка. Зачем ты все это делаешь? У тебя ведь были видения, Шепард. Из всей бестолковой расы людей только ты понимаешь, на что способны пожинатели. Их не остановить. К чему это бессмысленное копошение? Не жертвуй всем ради каких-то жалких свобод. Протеане пытались сражаться. И где они теперь? Погибли триллионы. Но что, если бы они сдались захватчикам? Существовали бы протеане до сих пор? Лучше подчиниться, чем погибнуть. Ты веришь, что пожинатели сохранят нам жизни? Теперь понимаешь, почему я не обратился в совет. Нами, органическими существами, правит не логика, а эмоции. Мы будем драться, даже зная, что не сможем победить. Но если сотрудничать с пожинателями, если стать для них полезными, подумай, сколько жизней можно сберечь. Как только я это понял, то присоединился к властелину, хотя и знал об опасности. Я надеялся, что эта база защитит меня. Ты боишься, что властелин влияет на тебя? Что он контролирует твои мысли? Я изучил действия внушения. Чем больше властелин контролирует жертву, тем ниже падают ее способности. И в этом мое спасение. Я нужен властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне. Пока что. Но превращение союзника в слугу может происходить постепенно. Я не допущу, чтобы это случилось со мной. Почему геты пошли за властелином? Они считают властелина чем-то вроде божества, вершиной своей эволюции. Но реакция их божества вполне выразительна. Оно оскорблено. Властелину не нужны жалкие попытки геттов поклоняться ему. Геты лишь инструменты, и это не изменится во что бы они ни верили. Но как инструменты они полезны. Они переживут грядущее вторжение. Чтобы органическая жизнь сохранилась, мы тоже должны доказать, что полезны. Должны работать на пожинателей. Скажи, зачем властелину нужен канал? Что это такое? Может, мы найдем способ их остановить? Канал – ключ к вашей гибели и к моему спасению. Чтобы найти его, властелину нужен я. Это единственная причина, почему он до сих пор не подверг меня внушению. Властелин манипулирует тобой, а ты даже не понимаешь. Ты уже в его власти. Нет, я нужен властелину. Если я найду канал, он обещал избавить меня от неизбежного. Это моя единственная надежда. Вместе мы остановим властелина. Нам не обязательно подчиняться пожинателям. Мы можем их победить. Я в это больше не верю, Шепард. С видениями не поспоришь. Пожинатели слишком сильны. Единственная надежда выжить – присоединиться к ним. Властелин – это машина. Он мыслит, как машина. Если я доказываю свою полезность, то становлюсь ценным ресурсом. Другого логичного вывода нет. Ты был спектром. Клялся защищать галактику. И нарушил эту клятву, чтобы спасти свою шкуру. Я не для себя стараюсь. Пойми, властелин победит. Это неизбежно. Мой способ даст хоть кому-то из нас шанс выжить. Я созидаю союз между нами и пожинателями. Между организмами и машинами. И при этом я спасу больше жизни, чем удавалось кому-либо. А ты хочешь сломать то, что я строю. Обречь всю нашу цивилизацию на полное уничтожение. Поэтому ты умрешь. Так, ребят. Ну, у нас здесь начинается разборка уже с Сараном. Блин, офигеть можно. Саран, конечно, мощный чувак. Да, офигеть можно, ребят. Давайте, короче, мочим Сарана вообще. Очень жестко. Блин, а как он, короче, восстанавливается? Так, ребят, вы что делаете-то, а? Спрячьтесь, пожалуйста. Вас просто расколбасит вообще в пух и прах. Да, ну, я смотрю, Рекса уже расколбасили. Ну, ладно, ничего. Блин. Вот, смотрите, он туда спрятался. У нас, конечно, винтовка перегревается. Офигеть можно. Блин, да что ж такое? Тут еще и гетто, на самом деле. Так, давайте переключим. Ух ты, нифига себе. Смотрите, какой кадр получился. Офигеть можно. Так, смотрим. Ух ты, нифига себе. Здоровье, здоровье пополнять надо, ребята. Надо пополнять здоровье. Да, тут зажали нас со всех сторон. Так, давайте снайперскую винтовку возьмем. И уничтожим вот этого вот гетто. Ах ты, блин, перегрелась винтовка. Но ничего, ничего, мы справимся. Сейчас она отойдет немножко. Ага, все. Блин, промазал. Все, есть. Отлично, отлично. Ребят, вот сейчас мы вот этого гетто еще мочканем. Так, отлично. Все, хорошо. Так, ребята, я контролирую ситуацию. Ну, наверное. Вот. А может быть и нет. Все. Еще одного мочканули. Так, что тут у нас? Еще один гетто. Все. Еще одного. Ух ты, нифига себе, ребят. Мы чуть не погибли с вами. Так, ждем. Ждем. Пускай, значит, Саран там долбит сколько хочет. Мы ждем. Так, он здесь, по идее, ну, в принципе, по идее, он нас сможет здесь достать. Но ничего страшного. Так. Пополняем свое здоровье. Ага. Так. Ух ты, нифига себе, он. Так, давайте. Так, хорошо, меняем оружие. Ага. Так, все, оружие мы поменяли. Ух ты. Так. И будем понемножечку колбасить Сарана. Ага, он туда спрятался, конечно. Ну, ну, ничего страшного. Ух ты, нифига себе. Так, давайте пополним здоровье. Так, ребят, наша отдыхает. Но ничего страшного. В этом нету. Мы сейчас берем снайперскую винтовку. И это что у нас? Уничтожение. Давайте нажмем уничтожение. И будем в Сарана стрелять. Ага. Все, замечательно. Ух ты. Сарана стрелять. Всем держаться! В общем, ребят, значит, у нас грустная история. Ну, Кайден погиб. Ну, что поделать. Но, вы знаете, ребят, Кайден погиб как настоящий мужик. Вообще, просто зачетно и героически. Давайте, ребят, здесь побегаем по кораблю и посмотрим, что здесь да как. Пообщаемся с народом. Так, давайте пообщаемся с Пресли. Да, капитан. Что важно? Важно, как вам сказать, для игры тут всяческие бонусы. То есть, ты герой, отступник, очки добавляются и так далее. Давайте пообщаемся с Лиарой. Может быть, у Лиары есть какие-то новые диалоги. Сейчас мы поднимемся в главный отсек. Ну, скажем так, поднимемся на первый этаж. Ну, давайте назовем главный отсек первым этажом. Вот, поднимемся на первый этаж и на карте посмотрим, что дальше. Какие у нас с вами будут планы на сегодня. Вот, потому что, ну, мне кажется, вчера было очень жарко. Вот. Мы с этим Сараном просто завязались вообще плотно. Честно говоря, я думал, что мы Сарана победим. И мы его замочим. И дальше будем сражаться с Властелином. Но фиг его знает. На этом история у нас не кончается. Саран по-прежнему живой. И мы продолжаем путешествовать по нашей галактике. Давайте, ребята, наверное, отправимся на Феррос и посмотрим, что же у нас там будет на Ферросе. Так, бета-актика. Феррос. Замечательно. Так, Феррос у нас здесь. А здесь у нас что? Геракл. Здесь скопление Геракл. Ну, в скопление Геракл можно отправиться, но это будет попозже. Мы отправляемся на Феррос. Вот, ребят, мы, значит, с вами прилетели в эту галактику. В принципе, вы знаете, можно тут пробежаться немножко по планетам и посмотреть, что же здесь. Давайте вот Квата. Что это за планета? Так, можно здесь разведать. Ну, давайте посмотрим, что мы здесь можем разведать. Так, обнаружен легкий металл. Ну, это хорошо. Легкий металл, это замечательно. Так, давайте глянем, что здесь у нас. Планета Логан. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Логан. Обычный водородно-гелевый газовый гигант. Но здесь, в принципе, нечего делать, если нам не нужен водород или гелий. Так, Ситау. Интересное название. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ага. Чрезвычайно плотная атмосфера Ситау содержит двуокись углерода и серную кислоту. Но здесь, конечно, будет тяжело-тяжело для нас. И туда мы не будем направляться. И вот это. Вот планета Шаринг. Интересное название. Шаринг. Ага. Давайте разуздаем. Шаринг. Обычный водородно-гелевый газовый гигант. Разведать. Так. Найден протерианский диск с данными. Вот. Замечательно. Это хорошо. Так. Замечательно. Все, ребят. Мы немножко по этой, ну, скажем так, солнечной системе полазили. И давайте отправимся на Ферос. Так. Ферос. Смотрим, что тут. Ага. Ну и все. И приземляемся. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Ну и все, ребят. Замечательно. Старший помощник Пресли вахту принял. И я смотрю, нас уже встречают. Встречают, ребят. Смотрите. С распростертыми объятиями. Я, знаете, надеюсь, что расскажешь что-то интересное. Ну, я почти на 100% уверен. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. Кто такой Файдань? Наш лидер. Ему нужна ваша помощь в подготовке обороны. Гетто снова нападут. Пожалуйста. Вверх по лестнице. Наконец-то вы что-то присоединили. Наконец-то вы что-то присоединили. Наконец-то вы что-то присоединили. Офигеть можно. Гетто напали. Все-таки чувака мочканули. Так. Здесь наши любимые гетто. И мы сейчас будем с ними разбираться. Все. Так. Кто там еще долбит? Ага. Он смарт. Ух ты. Нифига себе. Вы видели. Так. Одного мочканули. Да, ребят. Где этот чувак? Слушайте. Он, наверное, так отлетел, что улетел вообще. Жалко. Жалко мужика. Ну, ладно. Ничего страшного. Давайте продолжим нашу миссию. Вот. Там кто у нас? Ага. Там кто-то прячется. Так. Давайте попробуем сейчас в ногу. Ага. Вот это щит поставил. Блин. Ничего не вижу. Е-мое. Так. Где он? Он за колонной спрятался. Вот нехороший человек. Ладненько, ребят. Ага. Ух ты. Вон он. Смотрите. Ах ты, блин, спрятался. Ну, давайте на мушке его подержим немножко. Так. Слушайте. А там, смотрите. Там еще кто-то есть у нас. Ну, тот кто-то, наверное, спрятался. Да. Он, смотрите. Он спрятался. Привет, чувак. Все, короче. Все. Разобрались с этим безобразником. Ну, ребят. Тут так тоже нельзя. Ну, вы что, блин, а? Сразу напали. Мы только прилетели. Мы, может, пообщаться хотели с вами. Хорошо, ребята. У нас здесь, значит, лягушки. И давайте разбираться с лягушками. Так. Замечательно. Одного, короче, мачка. Ух ты. Смотрите. Прицельница. Ах ты, блин. Ах ты, улетел. Вот, нехороший человек. Так, все. Лягушку замочили. Отлично. Вообще. Никого нет, капитан. Шепард и Уильямс и Гарус разобрались с этими безобразниками. Но ничего страшного. Вот, мы продолжим наше приключение. Иди к тоннелям. Проверь, безопасно ли там. Но, если я там встречу гетов... Так, ребят. Все, погнали. Так, с кем мы можем общаться здесь? Я пойду. Да, интересная, конечно, местность. Здесь, возможно, когда-то орудовали корпорации. Так, чувак живой. Отлично. Вообще, замечательно. Так, что здесь у нас? Давайте пообщаемся. Как бедная женщина может работать, когда вокруг такая стрельба? Если даже мы не умрем от жажды, то уж геты точно нас перебьют. Да ладно. Ну, давай ты не будешь вот это так вот негативничать. Эти геты чертовски опасны. Ну, это для меня не ново. Я прекрасно знаю. Мы уже с этими гетами боремся, боремся. Ну, ничего страшного. Мы этих гетов размочим. Это по-любасу. Боюсь, что геты погубят нас всех. Не переживай. Геты не погубят. Я прилетела сюда, и все. И мы сейчас здесь устроим этим гетам вообще жару. Но я нельзя пускать гетов в центр колонии. Я должна закончить работу. Они наступают. Все время наступают. Остановите этих чертовых гетов. Без проблем вообще. Сейчас мы разберемся с этим всем безобразием. Так что, народ, не переживайте. Мы посланы альянсом для того, чтобы разобраться, что же у вас здесь происходит на самом деле. Геты готовятся к очередной атаке. Хорошо, ладно. Так, что здесь у нас? Здесь у нас компьютер. Давайте посмотрим, что у нас здесь в компьютере. В компьютерах бывает очень много интересного. Журнал груза. Ну, хорошо, ладно, я все понял. Журнал груза. Ну, отличная информация. Так, давайте пойдемте дальше и посмотрим, что же у нас здесь ада как. Я не вижу, скажем так, ихнего лидера. Хорошо, родная, успокойся. Все будет нормально. Болит голова. Сейчас получше. Мне просто нужно не думать о прошлом. Приветствую, чужеземцы. Я рада, что галактика нас не забывает. Дорогая, пожалуйста, отдохни. Тебе еще нельзя говорить. Но они должны знать. Ой. Я имею в виду, это очень важно. Да, так лучше. Я могу чем-то помочь вам? Я... Все в порядке. Мне просто нужно думать яснее. Просто небольшая боль от прошлой атаки. Все будет хорошо. Не вижу никаких повреждений. Но что-то доставляет ей боль. Пожалуйста, дайте ей отдохнуть. Ей нужен отдых. Хорошо, ребят. Давайте не будем беспокоить эту женщину. Так, а это что такое? Ага, компьютер. Мы включили с вами компьютер. Ну, это хорошо. Так, смотрим, что здесь у нас дальше. Вы знаете, ребят, не вижу лидера. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия. Что вы можете сказать об оборонительных сооружениях гетов? Подробностей я не знаю. Но полагаю, что они укреплены лучше командного поста. Они посадили, по крайней мере, один корабль у экзогени. А на аэрошоссе я видела большие танки. Следует ожидать жестокого боя. Что вам нужно, чтобы вернуться к обычной жизни? Нам нужно уничтожить гетов. В тоннелях до сих пор находятся геты. К тому же необходимо решить повседневные проблемы, такие как недостаток пищи, воды, электричества. Я не знаю точно, что именно нужно сделать. Поговорите с ответственными людьми. Как я могу решить проблему с водой? Этим вопросом занимается Мака Дойл. Если вы хотите помочь, поговорите с ней. А что с электричеством для колонии? Этим вопросом занимается Мэй О'Коннелл. Она расскажет вам все подробности. Вы говорили о том, что вам не хватает пищи. Запасами продовольствия занимается Дэвид Рейнольдс. Он расскажет вам, чем вы можете помочь. У вас есть новости о том, что геты делают в тоннелях? Ничего нового. Скорее всего, они охраняют там передатчик, с помощью которого координируют атаки. Пока что это не критично. Но если уничтожить передатчик, то это здорово поможет нам защищаться от следующих атак. Я поговорю с вами, когда выясню больше. Удачи, капитан. Да, не за что. Мы всегда готовы помочь. Так, ребят, давайте разбираться, что здесь у нас делают геты. Это по-любасу надо с этим разбираться. Извините мою жену. Каланта немного не в себе. Ей нужно отдохнуть и осознать, что произошло. Мне пора идти. Сделайте что-нибудь, чтобы прекратились эти нападения. Да вообще, без вопросов. Мы сейчас вообще с этим всем разберемся однозначно. И мы же для этого сюда приехали. Это вы отразили прошлую атаку. Они вернутся. И даже если геты не убьют нас, мы умрем с голода. Вы что-то делаете, чтобы решить эту проблему? Мы могли бы прокормиться мясом варенов, но это слишком опасно. Вожак варенов огромный. Да еще и бешеный. Невозможно охотиться, пока он жив. У меня есть корабль. Я могу доставить вам припасы с других планет. Лучше вам сосредоточить усилия на гетах. Еда нам не поможет, если они прорвут нашу оборону. Мне пора идти. До встречи, капитан. Так, ладно. Ну, то есть, людям больше нужна тема, вот эта вот, связанная с гетами. Потому что, ну, с едой они могут подождать. Но геты, ну, это не ждет отлагательств. Черт, так мы хоть успеем перегруппироваться. Без еды мы долго не протянем. Вы капитан корабля, который только что приземлился. Что вам известно о колонии? Мы прибыли совсем недавно. Поначалу она оказалась похожей на другие колонии. Но потом все как-то изменилось. Что вы имеете в виду? Трудно объяснить. Это как... Не могу описать. Поговорите с Файданем. Он знает колонию лучше меня. До свидания. Удачи вам. Так, да, ребят. Удачи нам потребуется. Давайте посмотрим, куда мы можем сейчас пойти, чтобы немножко продвинуться по нашей миссии. Вот. Значит, есть какое-то шоссе, да, ребят? Есть шоссе. И нам, по всей видимости, на это шоссе надо. Потому что людей больше всего беспокоят геты. Вот реально, реально геты, а не вот эти вот мирские потребности. Мне велели показать вам товар, капитан. Если пожелаете. До свидания. Да, удачи. Товар нам пока не нужен. У нас есть все, что нам нужно. Давайте посмотрим по карте, куда нам идти в данный момент. Так, ребят. Мы с вами находимся вот здесь вот. И нам надо вон туда, по всей видимости. Хорошо. Давайте направимся в том направлении и посмотрим, что там да как. Все. По карте, по карте нам нужно сюда. Или вот сюда. Нет. А здесь закрыто все. Хорошо, ладно. Давайте будем потихонечку перемещаться. И, наверное, переместимся вниз. Мы сможем вниз переместиться? Да. Тут вниз у нас, значит, и есть проход. И здесь надо быть осторожным. Потому что здесь могут все-таки быть геты. Так, по карте. Ну да, мы в правильном направлении движемся с вами. Хорошо. Здесь что? Здесь чего нету. А здесь наш космический корабль. Отсюда мы прибыли с вами. И начали наше путешествие, приключение именно на этой планете. Ну, хорошо. Ладно. Давайте вернемся обратно. Оружие уберем. В принципе, оружие сейчас нам не надо. Хорошо. Что тут у нас? Куда идти? Непонятно. Будем искать место, куда мы можем проникнуться, чтобы двинуться дальше по этой миссии. Ладно. В том направлении мы с вами были. Это что такое у нас? Вот это что такое? Непонятно тоже. Файдань. Ну, с Файданем мы с вами общались. Вот это что такое? Это лифт у нас. Это лестница к туннелям. Ну, хорошо. Ладно. Давайте направимся к туннелям. Давайте маркер поставим. Вот. На лифт сначала. И посмотрим, что у нас да как. Вот. Возможно, лифт этот ведет куда-то в какое-нибудь интересное место, в которое, ну, я не знаю, можно прибыть и, ну, что-то там разузнать, увидеть там и так далее. Это что у нас? Так. Вот здесь где-то лифт должен быть. И этот лифт, по всей видимости, ведет нас куда-то. Смотрим. Лифт. Ага. Здесь лифта нету. Не вижу, ребят. Возможно, лифт у нас находится выше. Да. Возможно. А может быть и нет. А может быть мы с вами его проскочили. Так. Смотрим. Где лифт? Лифта не вижу. Ага. Вот. Есть лифт. Ага. Все. И давайте глянем, куда этот лифт нас приведет. Все. Погнали. Все. Осторожно. Ух ты. Ёпаный свет. А что здесь происходит? Ага. Здесь где-то у нас, да? Блин. Ёпаный. И сколько я еще продержусь. Ух ты. Офигеть можно. Ёпаный свет. Давайте, короче, прятаться. Так. Где-то снайперская винтовка. Ага. Так. Ух ты. Долбит. Долбит вообще конкретно. Все. Размочили. Что у нас тут? Район свободен. У нас тут мака. И давайте, ребята, распустимся к мака. Ага. И поедем по туннелям. Да. У нас миссия такая. Надо разузнать, что там. Так. Двигаемся к базе гетов. Пора покончить с ними. Ага. Все. Погнали. Хорошо, ребята. У нас, значит, здесь танки. Ну. Хорошо. Поехали сигнал коммуникатора. Ух ты. Ёпаный свет. Так, ребят. Ну, мы по старой схеме. Мы... Так. Так, ребят. Хорошо. Значит, этого гетто танка мы не размочили. Ну, слушайте. Мы довольно-таки хорошо его колбасили. Вот. И отлично сбили его. Так. Ух ты. Так. Этот что там? Вообще с ума сошел, что ли? Так. Все. Отлично. Все. Замечательно. Ах ты, блин. Аккуратно. Так, ребят. Надо эти танки нам сбивать на скорости. Вот. Мы в прошлый раз это делали. И у нас довольно-таки зачетно это все получалось. Так. Смотрим. Она моя дочь. Я буду надеяться до последнего. Да, блин. Так. Отлично. Проехались. А кто у нас здесь? Ага. Ух ты. Смотрите. Он встает. Офигеть. Ладно, ребят. Погнали. Так. Что здесь у нас? Ага. Здесь у нас открывается это все безобразие. Ну, в принципе, вы знаете. Ух ты. Ёпаный свет. В принципе, ребят. Мы засекли движение. По идее. Какой это транспорт? Да. Это не геты. Похоже, они заметили нас. Они где-то поблизости. Так. Все, ребят. Будьте они. Нам нужно разобраться с гетами. Прикрой меня. Ну, Гарус, я понимаю. Ты вообще чувак брутальный. Ну, давайте разберемся. И пообщаемся. Кто это и что здесь. Вот. Потому что, ну, нам каждый человек нужен. Каждый человек у нас на счету. Мы должны спасать. Держитесь на расстоянии. Наших соплеменников. Боже правый, Джонг. Они явно не геты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Капитан Шепард. Я здесь, чтобы помочь вам разобраться с гетами. Видите? Не стоило волноваться. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Файдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Они не погибли, но геты доставляют им немало хлопот. Мы знаем, что это такое. Эти проклятые синтетики не знают жалости. Я сделаю все возможное, чтобы спасти вас от них. Но мне нужна информация. Что за информация? Не обращайте на него внимания, дорогой капитан. Геты в штаб-квартире Экзогени. Дальше по Аэро-шоссе. Эта штаб-квартира — частная собственность, солдат. Убивайте гетов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, пока вы не ушли... Моя дочь Элизабет... Она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски. Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут геты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулианна? Боже правый. Она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться. Ненадолго. Если она там, я постараюсь помочь ей. Спасибо, дорогой капитан. Спасибо. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли геты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Так, ребят, давайте продолжим это все безобразие. Вот. У нас, значит, здесь поселенцы еще. Вот. И работники этой корпорации Экзогени. Но я смотрю, они... Как вам сказать? Они не воины. Вот. Ну, тут пару солдат есть, но остальные не воины. Это очень печально, потому что геты могут напасть. И вообще очень жестко их здесь расколбасить. Но мы будем продолжать наше путешествие и направимся дальше. И будем смотреть, что же у нас дальше. Так. Ребят, нам здесь надо развернуться. Вот. И наш Мака немножко тут подзастрял. Вообще. Мака вообще, честно говоря, такой интересный транспорт. Вот. Интересный и веселый. Вот, что я хотел сказать. Так. Что здесь у нас? Ага. Здесь у нас, по всей видимости, подъем наверх. И давайте мы с вами поднимемся наверх. И посмотрим, куда же заведет эта дорожка нас. Так. В каком направлении нам двигаться? Так. Тут нет прохода. И нам, по всей видимости, надо ехать в этом направлении. Но ничего страшного. Но мы можем... Ах ты, блин. Нифига себе. Офигеть можно. Пакет безопасности. Стоп. Отключите передатчик. Где-то наступает. Да отключите же, черт побери. Да, ребят. Там, короче, какая-то жесть происходит. Но мы с вами будем продвигаться дальше. В принципе, вы знаете, что я вам хочу сказать? Этих гетов, в принципе, колбасить не обязательно, ребят. То есть, как бы, мы можем прокатиться здесь по шоссе с ветерком. Вот. И все. И все нормально. Но нету смысла их мочить. Ну, разве что хп немножко прокачать. Но там будет совсем немножко. Все. Ага. Все. Смотрите. Здесь у нас что? Здесь какая-то контора непонятная. Я смотрю, геты не стали ждать особого приглашения. Что-то им нужно в системах экзоген. Да. Иначе зачем им тут обосновывать? Так, ребят. Давайте разбираться с этой всей фигней. Так. Так. Все. Отлично. Ага. Где эта лягушка? О. Так. Лягушку почти расколбасили. Все. Лягушку эту расколбасили. А вон еще одна лягушка. Давайте. Возможно, какие-то секретики там есть у этой компании. У экзогения. Но мы сейчас будем разбираться с этим всем. Ух ты. Так. Хорошо. Давайте продвигаться потихонечку. Так. У нас там геты тоже. Вот что тут? Тут кто-то скрывается. Все. Есть. Отлично. Угу. Надо пробираться в центр, ребят. Надо в центр пробираться этой компании. Да, здесь смотрите. Здесь такая развалюха. Это ужас какой-то. Что здесь? Как здесь? Непонятно. Возможно, здесь, ребят, какие-то тайны. А может быть, здесь какие-то... С нашим оружием через этот щит мы не тормемся. Должен быть другой проход. Спасибо, Эшли. Все. Будем сейчас искать другой проход. Возможно, здесь что-то с протарианами связано. Но это по-любому. Мне кажется, какая-то тут зацепочка с протарианами. Ну, честно вам говорю. Так. Давайте взломаем это все дело. Вот. Хорошо. Так. 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 Все. Отлично. Что здесь у нас? Здесь, ребят, на любом... В любом месте могут быть геты. Ну, просто в любом месте. Это что такое у нас? Так. Это неисправный контейнер. Ну, непонятно, что это. А вот здесь что у нас? Давайте посмотрим. Ага. Улучшение брони и так далее. Ух ты. Офигеть можно. Я вообще не ожидал этого расклада. Блин. Все. Короче. Расколбасили. Ну, можно было взорвать вот эту штуку. Но мы не ищем легких путей. Нам надо, чтобы все было посложнее и поприкольнее. Вот. Так что вот так вот. Там, смотрите. Там спуск или что это? Нет. Там спуска нет. Вот. И здесь я, ребят, не вижу прохода. Вот. Прохода не вижу. Мы здесь с вами никуда не поднимемся. Может быть, это просто какая-то секретная комната. Может быть, такой, ребят. И может быть, нам куда-то в другое место идти надо. Хорошо. Давайте искать, куда и в какое место нам идти. Здесь что у нас? Здесь может быть проход тайный? Нет. Здесь прохода нету никакого. Вот. А та дверь, она открылась или нет? Нет. Та дверь тоже не открылась. Хорошо, ребят. Какие у нас есть варианты еще? Вот. Если вообще у нас варианты. Может быть, дальше пробежать надо? Может быть. Но мы с вами посмотрим на карте. Что здесь у нас да как? Ага. Здесь у нас много всего интересного. И, возможно, надо куда-то вернуться. Надо или не надо? Надо. Надо вернуться, знаете, куда? Вот сюда и посмотреть, что здесь. Не вижу никакого рычага. Ребят, не вижу рычага. Так. Где-то должна, наверное, отключаться эта система безопасности. Возможно, мы с вами что-то пропустили. А что пропустили? Я не вижу. Здесь у нас ничего нету. Хорошо. Так. Давайте это взорвем. Все. Взорвали. Отлично. Так. Вот это все мы посмотрели. И здесь нету никакого рычага. Абсолютно. Вот. Хорошо. Давайте вернемся обратно. Вот. Что тут у нас? Все-таки та дверь не открывается. Странно. Потому что там за той дверью основной проход. Вот. Основной проход. И там надо нам эту дверь открыть. Может быть, что-то взорвать надо. Или еще что-то. Не, нифига. Не, мы с вами не пройдем здесь. Однозначно не пройдем. Хорошо. Давайте попробуем вернуться обратно. Вот. Получится у нас вернуться обратно? Здесь что у нас? Вниз спуститься? Назад входа не будет, капитан. А, вот, смотрите. Офигеть можно. А я даже и не заметил это все безобразие. Вот. Ага. И вон там, и здесь. И тут у нас гетты будут. Это по-любому. Вот черт! Извините. Я думала, это гетты или варены. Теперь вы в безопасности. Но что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уйдем отсюда, как только узнаем, что задумали гетты. Гетты – это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до… Я пришла сюда разобраться с геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Торианина. Что такое Торианин? Это местная форма жизни. Экзогений занималась ее изучением. Что еще вы можете мне рассказать? Знаете, где искать этого Торианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют геты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда. Пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что геты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогене. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Сейчас она с другими людьми из колонии. Пока ей ничего не угрожает. Она жива? Слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Расскажите, что вам известно о Торианине? Я не так уж много знаю. Ну, по-моему, это что-то вроде растения. Оно очень старое. Может, несколько тысяч лет. Вы знаете, почему геты интересуются Торианином? Это просто растение. Не знаю, зачем оно гетам. Его исследовали ученые из Экзогене, но, кажется, не обнаружили ничего особенного. Оставайтесь здесь. Я расчищу путь. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам. Ребята, у нас, короче, здесь вароны. Ёпаный свет. Откуда они взялись вообще, эти вароны? Я вообще валяюсь. Причем здесь геты и причем здесь вароны? Это непонятно. Все, отлично. Так, ребят, у нас, значит, есть зацепочка. Какой-то Торианин. Что за Торианин? Я не знаю, ребят. Возможно, какое-то существо. Может быть, та же самая тема, что была с этим. Как его? Срахни. Может быть, этот Торианин что-то знает. Вот. А что знает? Я без понятия даже. Может быть, он знает, где находится еще один, как вам сказать, еще один ретранслятор. Или, может быть, знает какую-то информацию, которая поможет, поможет найти этот ретранслятор. Что это виртуал? Дай доступ к зашифрованным файлам. А здесь что, круганый что ли? Офигеть можно. Нет. Дал сам мне твой идиотский протокол. Так, ребят, давайте смотреть. Здесь, по ходу дела, кроганы. Обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвертого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Отлично. Ох ты, блин, офигеть. Давай разграться. Отлично, отлично. Эээ, да, круган, конечно. Хороший, брутальный чувак. Цель уничтожена. Напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйнам. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйнам. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйнам? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне все, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в экзогене знали о том, что люди заражены? Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Так вот, почему они вели себя так странно. Вы должны связаться с Джокером. Джокер, вызывай Джокера! Черт, поле блокирует сигнал! Нам нужно отключить это поле и вернуться в Надежду Джу. В.И., что ты можешь рассказать о корабле Гетов и о поле, которое он создает? У меня ограниченные данные по Гетам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Что тебе известно о Гетах? У меня нет данных о Гетах в этом здании. С момента их появления все мои датчики были намеренным образом выведены из строя. Да, ребята, интересная довольно-таки тема. Получается, этот Тарьянин, это существо, которое находится на всей планете. Офигеть, можно. То есть, ну где-то у него должен быть какой-то мозговой центр. Это по Любасу. Да, да. Это что здесь происходит, вообще непонятно. Так. Что они делают? Я не могу понять. Они что, поклоняются чему-то? Так, смотрим. Это что у нас? Возможно, здесь есть какое-то оружие или апгрейд. Не, ничего нету. Так, это терминал у нас появился. Зачетно. Ага. Ну и что? Давайте еще раз попробуем. Так, не получается. Мы пытаемся с помощью заслонки это все безобразие сделать. Так, что здесь? А, возможно, надо давление увеличить или мощность. Так, аварийная остановка. Не понял. А, тут, короче, надо комбинацию подобрать. Так, наверное, вот это вот. Не, нифига, ребят. А, не получается. Ну, ладно. Давайте попробуем. Блин, да что ж такое-то? Не получается. Ладно. Так, так, тоже не получается. Ну, хорошо, был подбирать потихонечку. Так, сбросилось. Ага, вот так. Давление. Вот так. Не, так не получается. Хорошо. Давайте подбирать дальше. Вот так. 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 Не, не. Давайте это отключим. Вот так. Вот так. Блин, не получается. Офигеть можно. Хорошо. Вот так. Вот так. Так, опасная аварийная ситуация. Да, блин, да что ж такое-то. Слушайте, ребят, прикольно довольно-таки. Так. Так, давайте смотреть. Маленькая палочка. Это большая палочка у нас. Это маленькая палочка. Это большая палочка. Блин, не получается. Это тоже большая палочка. Так, это тоже большая палочка. Так. Это вообще большая палочка. И вот это. Ах ты, блин, не получается. Слушайте. Опасная аварийная ситуация. Ну, блин, довольно-таки весело это все. Но ничего страшного. Мы с этим всем разберемся. Но уже разберемся в следующей серии. Подписывайтесь, ребята, на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok